Сейчас подписывается соглашение, мы с Минздравом подписываются, нам выделяют 44 миллиона 800 тысяч денег на лекарственное обеспечение, именно пациентов, которые лечатся от ковид. У нас есть формуляры, есть список, какие препараты туда входят, и мы в рамках этого формуляра и будем закупать эти препараты. Но закупать мы будем по 9-му постановлению, я думаю, что в течение, наверное, этой недели мы уже начнем какие-то первые торги, и в дальнейшем эти препараты мы будем распределять по нашим крупным лечебным учреждениям. Основная масса пойдет на наши КТ-центры, куда привозят пациентов, где делают ему КТ-исследования, ставят диагноз, и тогда мы будем препараты эти там же и раздавать при КТ-центрах. Но еще можно препараты получить в поликлинике по месту жительства. И маски у нас сейчас более чем достаточно, и лекарственные препараты у нас в фармоиндустрии нормально работает, и всего достаточно будет. Надо обязательно обратиться к врачу, самое главное, а уже врач определит, какой антибиотик и что.